здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий интересный вопрос что я могу сделать для умерших родных если сама не верю в бога удивительная парадоксальная история с одной стороны человек верит загробную жизни верит в том что каждый получает по заслугам тем не менее не верит в бога но друзья мои уже если мы предполагаем загробную жизни то естественно это не жизнь где-нибудь на физическом арсе венере нептуне или в какой-нибудь другом созвездии или галактике это жизнь духовная если духовно это предполагается что есть какие-то духовные сущности и самое главное та духовная сущность которая собственно этот духовный мир создала раз создал духовный то может быть и материальный ведь если продолжается жизнь твоей личности за гробом значит твоя личность не сходить не сводится только лишь к телу и психике к физиологическим потребностям духовным радостям значит все таки есть тебе что-то духовное и это духовное то что мы называем личностью человека они при не перестает существовать по смерти тела и пребывает в вечности и тебе хочется чтобы эта вечность была положительная то есть понимаешь что есть и отрицательная вечность а кто ж кто ж нас олицетворяет отрицательную вечность сатана и слуги его дьявол бесы и в общем то мы видим какую-то пусть не стройную но уже вполне себе понятную систему духовных ценностей но при этом отсутствие в бога желаю тому кто задал этот вопрос верю богу укрепиться посмотреть как можно больше видео на нашем портале они действительно верю укрепляют как пишет апостол павел вера от слышания он даже не смотреть можно просто включить на ютубчике и слушать кстати даже статистика говорит что большинство видео на ютюбе уже слушать и не смотрят итак собственно практический совет что что можно сделать для умерших родных хотя сама еще вере не крепка обычным и светом молиться но если ты не знаешь кому молиться абстрактному богу молиться нельзя потому что такая молитва не услышана у молитвы должен быть адресат значит смотрим что у нас остается остается еще несколько внешних дел и одно внутреннее в общем то если ты хочешь чтобы твоим родным было хорошо то они должны стать бабушками дедушками прадедушками праведницы если это конечно девушка спрашивала или праведника то живи правильно живи по заповедям божьим собственно заповеди божьи без веры в бога называется этикой не делай другим того чего не желаешь себе а делай другим то чего ты хотел чтобы делали тебе собственно это уже если ходить некоторая жизнь по заповедям можете если все-таки не богоборец прийти в храм и сказать что могу на какую службу могу подать чтобы вы помолились я сама молиться не умею но говорят в храме умеют что сделать вам скажут на панихиду подайте на сорока уст подайте на псалтирь на литургию если человек был крещен если не крещен тоже другая история можете свечечку поставить можете продуктов принести им приходим самого главного что может сделать любой слабо верующий человек для своих собших родных это милостыня самое главное это милостыня это проявление нашей любви через продукты через материальные средства жертвы и мои в честь и память тех кого мы любим так или иначе ты находишься в пространстве любви потому что ты отдадешь другим то чем сама с удовольствием пользовалась бы а это уже нет больше любви как если кто ну пусть не душу за других положит но хотя бы хоть что-нибудь от себя отдаст и это будет мне кажется самым верным поступком в честь и память нашу шопс усопших родных в том случае когда сама бога особо ты не веришь творите милостыню и таки сами встань ближе к богу и участь наших родных исправите к лучшему если у них все хорошо если не все плохо а если не все хорошо то они видя ваше старание помолиться о вас чтобы вы получили это замечательный дар веры в бога между прочим это дар саму по себе но не приходит внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а